Во имя Господа Иисуса Христа, мне также в этот вечерний час хотелось бы немножко поделиться Словом Божиим. И в начале своей проповеди я хочу прочитать это, будет из книги Деяния, 17 главы, выборочные стихи, начнуты с 24 стиха. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он говорил такие слова. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-то нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы их обитания. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Тридцатый стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную. Последствием предопределенного им мужа подал достерение всем воскресенье из мертвых». «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». И когда апостол Павел проповедовал людям, реакция этих людей была такая, что когда они услышали о чем-то новом, о воскресении из мертвых, кто-то начал смеяться, кто-то сказал, что мы в это не верим, мы тебя не хотим слушать. И, наверное, в жизни у каждого из нас есть такие моменты, когда кто-то вам сказал, или, возможно, еще скажет, что «О каком Боге ты говоришь?» То есть о каком сотворении мира идет речь, если есть знаменитая теория эволюции, о каком Иисусе Христе ты можешь рассказать нам, потому что Иисус Христос – это выдумка или миф христиан, и они это сделали для своей религии. И я слышал свидетельство одного мужчины, он говорит, что недавно зашел в интернет, и у него на электронной почте, проверить электронную почту, и он говорит, ему схинули такую ссылку, что читая ее, то можно вообще полностью отрицать Иисуса Христа. Он говорит, я как верующий человек, я это все прочитал. И он говорит, у меня были доводы против этой ссылки. А говорит, читают миллионы американцев эту статью, и кто-то начинает уже, вообще во всем мире идет очень большая пропаганда против того, что Иисус Христос вообще никогда не существовал в школах, в институтах, ну даже здесь, в Америке, говорят, что, ну как бы Иисуса Христа не было. И возможно, что некоторые даже думают, что если люди христиане или верующие люди, то они какие-то отсталые. И я хочу немножко привести исторические факты, что если искренне задуматься, был ли Иисус Христос на земле, что это за личность, и если вникнуть в историю, и искренне к этому подойти, то можно найти такую информацию, о которой говорят не христиане, то есть люди, которые были иудейские историки, древние римские историки, которые не... Ну вот один из этих историков, это был Иосиф Лавий, и он был вообще иудей, он принадлежал партии фарисеев, он был такой, ну можно сказать, ревностный человек, который жил по иудаизму. И вот он пишет, он описал о жизни, о поте Пилата, он описал о жизни Ирода, он писал о детях и о многих других, тех боговодцев, тех царей, которые жили во времена Иисуса Христа. И он также описал об Иисусе Христе, вот его знаменитую фразу, которую я хочу представить вам. «В то время был мудрый человек по имени Иисус, его образ жизни был похвален, и он славился своей добродетелем. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. И в соответствии с этим он и был мессией, о котором пророки предвозвещали». То есть Иосиф Лавий говорит об Иисусе Христе. И древнеримский, тоже один историк, сейчас я вам скажу, как его звали, Публик, Арнелий Тацит. Он пишет о Нероне. Он пишет о том, что когда Нерон, ну вы, наверное, это знаете, когда Нерон сжег Рим, и ему, и как бы он уже подпал под такую, можно сказать, угрозу, что начали люди думать, что это он сделал, и сделал ужасное такое действие. И он начал искать как бы виновных в этом. И вся его месть пала на христиан. И говорит, что когда эти христиан, говорит, облачали такие шкуры животных, чтобы их растерзывали собаки. Потом Нерон этих христиан распинал. Потом он делал такие, как называются, факелы Нерона. Он христиан ставил на стол, там хорошо их там завязывали, и поджигали, и Нерон для этого использовал свои сады для освящения ночью. То есть, об христианах говорит не только христианские историки, но те, которые вообще не знали Иисуса Христа, но они говорят о христианах. И вот он сказал, вот эта история говорит так, что Нерон предал изощенным казням тех, кто назывался христианами. Христа казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилар. И еще одно, я хочу привести одну такую знаменитую переписку. Это такой был Плиний, младший, с императором Рима Трояна. Император Трояна, это было императором в 90-е годы. И при его правлении Римская империя достигла максимальной власти. И вот этот Плиний, он пишет Трояну, спрашивает, кто такие христиане. Говорит, вот это учение, оно очень сильно распространяется. И я, он Плиний говорит, я начал сначала их казнить, я убивал всех. Говорит, я убивал женщин, мужчин, детей, не разбирая, как их рода. То есть, он уничтожал всех. Он говорит, правильно я делаю. Тит, то есть Трояну уже знал о христианах. И он дает ответ этому Плинию. То есть, нехристианские историки свидетельствуют о том, что был Иисус Христос. И что была такая личность. И вот знаете, есть такая знаменитая книжка, Джордж Макдалу. Он написал, что неоспоримые свидетельства. И вот он пишет, он тоже приводит многие эти статьи, и там еще дополнительные. И он этим вопросом очень хорошо изучал. И он говорит, что о комонии Библии. Потом он говорит, как в Библии создавалась об уникальности Иисуса Христа. Что как исторически он, как личность был. Потом он приводит примеры, что Иисус Христос, он был Богом. Не только потому, что он сам об этом говорил. Приводит очень много примеров. И я не хочу сейчас об этом говорить. Я хочу сказать, что вот Дима сегодня сказал такой пример, что в нашем штате 49% это верующие люди. Ну, грубо говоря, 50. То есть каждый второй, это верующий человек. И в принципе, ну, может быть для нашего штата это очень мало. Но я хочу сказать, что где жили наши родители, где раньше жили мы, это в бывшем СССР. Тогда численность СССР была около 300 миллионов. 300 миллионов людей. Вот 7 миллионов из этих 300 миллионов, это были люди, которые занимались антипропагандой христианства. То есть они, это были, сюда входили люди из ГГБ, люди, которые в школах, в институтах говорили, что Бога нет. То есть это только 7 миллионов, а среди вот этих 300 миллионов было всего 550 тысяч христиан. То есть я посчитал, что это примерно 0,3% жителей СССР только были верующие. И вот я вспомнил один случай, когда одна наша сестра, она рассказывала, говорит, я училась в это время в медицинском училище. И говорит, они узнали, что я верующая. И меня вот вывели так, сначала построили все училище, все собрали, и меня вывели вперед и сказали, вот выйди сюда. Такого позора наше училище еще никогда не видело. Чтобы в нашем училище верилась какая-то сектантка, которая верит в какие-то низкие легенды. Представляете, ну, в принципе, человеку тяжело, да? У нас сейчас в Америке, допустим, да даже, наверное, по многих странах, где раньше был коммунист, нету такого. Но представляете, каково человеку, когда над ним смеется, там, тысяча учеников, которые потом ее подзевают, вот и какая-то там сектантка. И а каково было христианам, которых притеснял тот же самый Нерон, тот же самый, ну, те же самые, тот же самый Ира. То есть каково приходилось людям. И я хочу закончить свою проповедь. Это место в Библии, которое сегодня утром читалось. Евангелие, 10 глава. Со 2 стиха. И сказал им Иисус, жертвы много, а делателей мало. И так молите Господина жертвы, чтобы выслал делателей на жертву свою. И дальше он говорит, что я вас посылаю, как антов среди волков. И он выбрал 70 учеников и разделил их по двое, и говорит, вот идите и трудите. Когда они вернулись, они такие были довольны, потому что, он говорит, они сказали, что злые духи нам повинуются. Он говорит, не радуйтесь этому, радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. И я хочу сказать одно, что Иисус Христос посылает каждого, чтобы люди шли и трудились на небе Божьей. Но он дальше написал, он сказал, что я видел, как сатана, он упал с неба, как молния. И апостол Павел пишет, этот сатана, Бог века сего, который господствует в воздухе, он ослепил умы многих людей, чтобы для них не потерял свет истины. То есть, сделать выбор, чтобы пойти за Иисусом Христом или служить Ему, это каждый человек, в принципе, сам это делает. Но, чтобы не служить Иисусу Христу, сатана, он даст каждому мысль. Он скажет, для чего ты будешь служить? Вот на тобой буду смеяться, да, ты не верь в это, потому что это все неправда. То есть, я хочу сказать, что хотелось бы, чтобы сегодня такое собрание чудесное, чтобы мы всегда в жизни служили Богу. И я хочу сказать, подвести итог, что Иисус Христос это историческая личность, Иисус Христос это наш Бог. Потому что самое большое свидетельство, наверное, что Иисус Христос нам наш Бог, это, наверное, каждый из нас расскажет о своей жизни, как в чем-то, когда-то Бог себя креестественным способом нам помог. И я хочу сказать, что, чтобы пожелать нам всем, чтобы мы служили Богу, и чтобы мы радовались тому, когда мы служим Богу, чтобы радовались, что наши имена записаны на небесах. Во имя Господа и Святого Христа. Аминь. Аминь.